Новые задержания, на этот раз Баба-Юрт, опасный общепит, рейды Роспотребнадзора, чудесное спасение, подарок Всевышнего. Здравствуйте, это Мурат Ахмедов и итоги недели на канале ННТ. Так, потерять не бывает, надо соблюдать. Нам, Министерству сельского хозяйства, без разницы, в чьих руках и кто является хозяином этих земель, нам нужно, чтобы земля работала. Земля должна работать. Антикоррупционная кампания не прекращается. Силовики теперь взялись из-за глав районов. Первым в списке оказался глава Баба-Юртского района Дагестана Эльдар Карагишиев. На неделе сотрудники ФСБ и МВД провели обыски в его рабочем кабинете, а также в принадлежащих ему жилых домах, в селе Баба-Юрт и в городе Каспийске. Карагишиева подозревают в причастности к хищению бюджетных средств. Речь идет о 9,5 миллионах рублей, выделенных ранее на капитальный ремонт Баба-Юртовской средней школы номер один. После обысков глава Баба-Юртовского района был задержан сотрудниками спецслужб. Общепит – зона особой ответственности и повышенного риска. Многие лавочки с шаурмой, которые давно стали главным символом уличного фастфуда, будут закрыты. Роспотребнадзор начал проверять в Махачкале точки продажи популярного блюда. Причиной внепланового рейда послужило массовое отравление, произошедшее в октябре этого года в одном из столичных кафе. Теперь, в случае выявления серьезных нарушений санитарных норм, киоски Общепита прекратят свою работу. Как готовят шаурму в Махачкале, а главное, можно ли ее есть, выясняла Карина Баталова. Я одеваюсь, просто иногда потеет. Так потеет не бывает, это перчатки. Гигиену надо соблюдать. Отсутствие перчаток и головного убора до прихода сотрудников Роспотребнадзора никак не смущало этого кулинара. Мясо на вертеле не прикрыто, собственно, как и все остальные продукты. А ведь здесь готовилась не одна шаурма. Почему-то простые правила так сложно запоминаются. У нас все документы есть. В общем, у вас здесь никаких документов, ничего, вы так работаете. Вы продавец? Да. Хозяин кто? Хозяин один. Вы арендуете это место? Нет, как работа, пусть работают. Ни хозяев, ни ответственных. Признавать грязь своей виной никто не желает. Документы на продукты в большинстве случаев отсутствуют. Откуда они и когда произведены, остается неясным. О правилах товарного соседства и температурного режима при хранении продуктов держатели подобных киосков порой и вовсе не знают. И даже все это не отпугивает самых верных посетителей. Очень хорошо готовят здесь, очень вкусно готовят, насколько я здесь работаю, на рынке саженцы торгую. Каждый обед я сюда прихожу. Постоянно кушаю здесь. Вкусно готовят. Нет никакой этой жалобы. Сарафанное радио мгновенно доносит весть о проверке. Например, хозяин этого киоска говорит, что пришел сюда, чтобы просто поесть. А сейчас, видите ли, точка закрывается. Очередная закрытая лавка. При виде сотрудников Роспотребнадзора хозяева быстро уходят с рабочих мест. И все же контроля им не избежать. Специалистами Роспотребнадзора уже проверено более трех десятков объектов питания. И ни один из них не соответствует нормам. По итогам проверок несоответствующая продукция арестована. Принимаются меры административного воздействия. Также в отношении нарушителей принимаются меры вплоть до приостановления деятельности. Тем не менее, в столице все же есть немало точек по продаже быстрого питания, в которых хозяева стараются соблюсти предписанные нормы и обезопасить своих клиентов. Увеличить число таких мест под силу и обычным жителям города. Ведь как известно, где спрос, там и предложение. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. 14 декабря муфтий Дагестана шейх Ахмат Афанди встретился с настоящими героями прошедшей недели. Друзья не растерялись и спасли пятилетнюю девочку, выпавшую из окна пятого этажа. В беседе с муфтием они рассказали подробности произошедшего. Он увидел на пятом этаже девочку, оказывается. И мне кричит, Адемир, иди сюда, сюда. Я сперва не понял, что-то случилось-то на улице. Потом смотрел, смотри, туда. А сына, я под голову поднял, смотри, девочке сидит. На подоконнике автоматически туда подвезал. Он тоже так. И она только вдруг вторую руку хотела обратно сбить, сорвалась, полетела вниз. И об эту веревку, короче, эта веревка помогла, честно, да. Она от сына отошла чуть-чуть. Осталась на ней, и я руку передвинул, он рядом стоял. Я говорю, если ты поймаешь, а если моешь, то я поймаю. Она получилась так между нами. Это ребенок безгрешный, чистый, как умилист. И вот этого ребенка спасает. Аллах именно вас, твоих выбрал. Я считаю, это как внимание, как знак уважения к вам от Всевышнего. Напомним, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как двое мужчин поймали девочку, выпавшую из окна многоэтажки. Девочка во время падения не пострадала, а один из спасителей повредил себе руку. 15 декабря в Махачкале открылась очередная сельскохозяйственная ярмарка. Ее посетители могут, что называется, из первых рук приобрести овощи, фрукты, мед, мясные и молочные изделия. Поскольку сельхозтовары попали на прилавки ярмарки прямо от производителей, минуя посредников, цены почти на треть ниже рыночных. В рамках ярмарки были организованы майданы. Для гостей мероприятия подготовили культурно-развлекательную программу с участием творческих коллективов из разных районов Дагестана. И сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Дагестан, министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абдул Муслимов. Абдул Муслимов Хадинович, салам алейкум. Алейкум, салам, добрый вечер. Сегодня в Махачкале открылась сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили более 100 сельхозпроизводителей. Это традиционное мероприятие. Каковы особенности в этом году? Чем удивляли дагестанцев? Это наше традиционное мероприятие. Это в моей бытности на данной должности. Это второе мероприятие, которое мы организуем в городе Махачкале. Но это мероприятие является как бы наше выставочное мероприятие, как бы своеобразным, будем говорить, натуральным отчетом, не цифрами о продукции перед нашими дагестанцами, перед нашими горожанами. И поэтому нами было принято решение, вот в декабре, ссылаясь на то, что сейчас находятся такие, в смысле, у нас сегодня погожие такие солнечные дни, и в связи с тем, что скоро новогодние праздники, было принято такое решение руководством Министерства сельскохозяйственной продовольствии республики, чтобы в городе Махачкале организовать очередную такую ярмарку. Я хочу сказать, что самая главная наша задача нашим горожанам, махачкалинцам, нашим столичным жителям, мы хотели сегодня показать, чем сегодня с ней наше село их может радовать. И поэтому сегодня были более ста сельхозтоваропроизводителей, представили свою продукцию. Очень приятно было, что каждую делегацию, каждую нашу аграрную сельскую району возглавляли главы муниципальных образований, за что им огромное спасибо. Сегодня была представлена широкая ассортимент мясомолочная продукция, даже, можно сказать, преобладающая большинство мясной продукции, была предоставлена также и плодовошная продукция тоже. Но следует отметить, что наша самая главная задача, и то, что передо мной ставит руководство республики, вот этот посредником между непосредственно сельхозтоваропроизводителями и потребителями, мы эту прослойку на этих ярмарках можем убрать, и происходит непосредственный контакт. Будем говорить, с первых рук они покупают, наши горожане покупали продукцию. Сегодня на рынке была продукция самого высокого качества. Вы знаете, что у нас в республике славится тем, что у нас наряду с другими брендами есть бренд арестанская баранина, есть у нас экологически чистые соки. Эта вся продукция сегодня была поставлена. Было руководство республики. Председатели правительства, руководители администрации, главы правительства республики отметили ту продукцию, которая там была отмечена. Например, будем говорить, продукцию, субтропику, такой, как хурма, такой, как граната, которую у нас прекрасно выращивают, и неплохие угрожаи мы собираем на территории Макарамкенского района. Но размещение ярмарки в центре как раз обеспечивает доступность для всех горожан. Да, я с вами согласен, и мы рад. И было принято такое решение в центре города, на улице Пушкина, организовать данную ярмарку. С той целью, чтобы в основном на ярмарку кто идет? Идет и с утра. Идут люди, будем говорить, малообеспеченные. И мы ставку делаем на такой слой населения нашей республики. Люди, у которых нет транспорта, наши пенсионеры, наши уважаемые люди, которые всю жизнь трудились во благо нашей республики, нашего государства, они живут в многоквартирных домах, а такой живой массив там имеется. Люди приходили, охотно покупали продукции и до сих пор покупали. Дагестан – регион аграрный, исторический. Сам южный регион России и самой природой ему суждено быть житницей и своей собственной всей страны. И именно с аграрным сектором связаны и надежды на возрождение экономики республики. Какие точки роста вы видите, уже проработав в этой должности год? С какими секторами вы связываете наибольшие надежды здесь? Ну, спасибо, Мурат, за такой вопрос. Во-первых, да, самый реальный сектор экономики республики Дагестан – это сельское хозяйство. Хотим мы это или нет? Да, мы хотим быть промышленным центром, но одновременно мы и аграрный центр. Это наш образ жизни, сельское хозяйство. Мы преобладаем. 55% населения республики живет в сельской местности. 30% экономического активного населения живет в сельской местности. 19% валу регионального продукта производится в сельской местности. Аграрный сектор является реальным сектором экономики. И с приходом на данную должность, конечно, передо мной руководством республики Вадима Владимировича, была поставлена задача проанализировать всю ситуацию, которая находится в данной отрасли, определить приоритеты. И мы изучили всю ситуацию и определили такие приоритеты. В любом случае, коротко говоря, нам нужно будет возродить наше животноводство. Нам нужно будет возродить наше животноводство. И то, что удалось сделать за этот год, я наперед отвечу на этот вопрос. И я уверен, оно у вас сидит в заначках там. Как раз о статистике я хотел с вами и поговорить. Я вот с этого начну. Чтобы и вы были уверены, и наши телезрители, и все наше дагестанское общество, по поручению главы республики, начиная с мая месяца, мы приступили к пересчету всего отца поголовок, который находится в республике Дагестан. Определенную работу мы проделали до перегона овец. Когда перегон овец начали осуществлять, мы приостановили этот процесс. И по мере возвращения с летних пастбищ этот процесс производится. В смысле сейчас идет контрольный пересчет всего отца поголовок. Параллельно я вышел с предложением председателя правительства, и нам было принято решение произвести и пересчет всего поголовок крупного рогатого скатара, который находится в республике Дагестан. Сейчас мы проценту на 85 эту работу завершили. Сейчас идет обработка всех полученных данных. Уже какие-то предварительные итоги есть? У нас есть предварительные итоги, но я их сегодня не буду озвучивать, потому что полностью работа не завершена. Потому что мы сейчас производим и пересчет всего поголовок, которые находятся в личном подсолнном хозяйстве тоже. Вы представляете, сколько бы миллионов голов овец у нас в Дагестане не было, это надо пересчитать. Технически, наверное, сложно все-таки это. Да. Мы должны знать, что из себя представляет это все. И технически тоже это очень сложно. Это простые обыватели, которые сидят на диванах, пускай они попробуют выехать, например, сегодня в Бакрельскую зону, из Длинных Пастбищ в Старопольский Кад и пересчитать отца поголовок, которые там находятся у наших овцеводов с Дагадайевского района. Или в Калмыкию, чтобы поехали. Или, например, чтобы поехали они в Хунзахский район, ходили по личным подворьям и пересчитали поголовок крупного рогатого скота, который у них там находится. Поэтому такая работа проводится. Я по мере завершения, конечно, в первую очередь, это все доложу руководству республики. И потом это все будет доступно и всему нашему дагестанскому обществу. Мы совместно с Министерством земельных и имущественных отношений проводим актуализацию всей земли, всех земель сельхозназначения республики. Параллельно мы проводим инвентаризацию всех земель от гонного животного отства. Потом мы проводим параллельно, проводим инвентаризацию и определяем эффективное использование земель, всех земель сельхозназначения, в том числе пашни, и в том числе из катопрогонных трасс. Сверхозкредиты, дотации, мечта любого агрария. Какие формы поддержки вы практикуете в этой области? Какие подходы к работе и какие плоды? Мурат, мы выдачей Сверхозкредита не занимаемся. Мы, согласно всех документов, регламентирующих нашу деятельность по линии Министерства Сверхозкредита Российской Федерации, согласно постановлению правительства Российской Федерации, субсидируем, возмущаем определенные проценты тем людям, которые в свое время взяли Сверхозкредиты. Следует отметить, что за последний год ни один сверхозпроизводитель ни одного рубля сверхозкредиту не получил. А почему такая ситуация? Такая ситуация, это все связано с том, что у нас мелкоконтурное хозяйство и кредитной истории у наших сверхозпроизводителей ее практически нет. Там есть, более того, насколько мне известно, последний ряд лет вся документация по выдаче сверхозкредитов, она рассматривается и решение принимается в центральном офисе в городе Москве. Есть у нас сверхозтоваропроизводители, которые определенные кредиты взяли в Сбербанке и так далее, они там тоже погашают их проценты и работают. Но я что хочу сказать, с приходом Министерства сельского хозяйства, вы же знаете меня очень хорошо, я государственный человек, я работал всю жизнь в органах государственной власти. Когда я пришел работать в Министерстве сельского хозяйства, я был приятно удивлен, столько программ работает в Министерстве сельского хозяйства. У нас главная государственная программа это развитие сельского хозяйства и сельского хозяйственного продовольственного рынка на 14-20-е годы. Под ней очень много под программ. Вы представляете, один пример привяжу. Если, например, человек имеет земельное участие, он там сажает виноград, практически, за все его расходы ему возмешаются. То есть люди реально вовлечены в эти программы? Да, люди реально вовлечены в эту программу. В текущем году, вот в 2018 году, который мы завершаем, на виноградарство государственная поддержка осуществлена в размере 386 миллионов рублей. Это не кредиты, ничего. Это государственная поддержка в виде субсидий. Но потом как-то прослеживается отдача от этих денег. Вот сейчас я дальше об этом скажу. Но следует отметить, что в этом году мы собрали впервые с 90-го года самый высокий урожай по винограду. Мы собрали 171 с хвостиком. И мы переработали более 121, около 122 тысяч тонн винограда. Этот такой урожай мы собрали с постсоветских времен, с 90-го года впервые. Рекордный. Рекордный урожай. Но следует отметить, что очень большие урожаи и прекрасные урожаи, виноград хорошего качества, будем говорить, которые соответствуют европейским стандартам, производят в Дербенском районе. Производят, выращивают, вернее, виноград такой и в Карикенском районе, в Сергакалининском районе. Просто в бывшем совхозе Гиджух, вот там в одном месте компактно более 800, если точнее сказать, 842 гектара высокоинтенсивных виноградников имеет наше предприятие «Дзив-2». Предприятие игристых вин, которое у нас находится в Дербенте. И следует отметить, что инвестор туда вложил полтора миллиарда рублей. Из них вся господдержка, которая ему была предназначена, всю господдержку он получил. И сегодня у нас в Европе, и это единственный, об этом говорилось и в Министерстве России, это единственный такой компактный участок, где самый высокоинтенсивный виноградник имеется на территории Российской Федерации. И компактно 842 гектара, кроме как на этом месте Российской Федерации, в Европе нигде нет. Там используются и французские сорта. Это очень значимый принцип. Да, и у них там используется израильская технология капельного вращения, и соответственно урожайность тоже у нее достаточно хорошая. И самый большой плюс, то что у этого инвестора имеется своя переработка. У нас очень большие проблемы были в начале сбора винограда по переработке, но я сегодня, опять-таки, пользуюсь моментом, хочу поблагодарить руководство и Кизлярского коньячного комбината, Дербенского завода, Дербенского коньячного комбината, потом и других предприятий, которые переработали очень большое количество винограда. Практически, будем говорить, здесь у нас проблем с переработкой винограда мы закрыли. Мы собирали их в Министерство сельского хозяйства, мне приходилось и утром, и вечером, и ночью выезжать непосредственно с виноградами встречаться на месте, но мы не дали, чтобы наш урожай, который сельхозтоваропроизводители вырастили, пропадать, мы ее переработали. И следует отметить, что 95% всей производимой алкогольной продукции на территории Республики Дагестан, это виноконьяки будем говорить образом, да, она имеет чисто виноградное происхождение. Такого ни в одном субъекте Российской Федерации нет. И следует отметить, что у нас в Дагестане, мы в этом году вышли вперед, у нас в Дагестане на сегодняшний день 25,1 тысяч гектаров виноградников. Мы уже обогнали знаменитый Краснодарский край. То есть объемы тоже растут. Вот у нас объемы тоже растут, и вопросы с переработкой тоже есть, но мы на месте не стоим. А на садоводческую сферу распространяются вот эти преференции, которые дают виноградам? Вся финансовая поддержка, которая идет на виноградарство, идет на садоводство тоже. На садоводство тоже идет. У нас в этом году посажено уже, сейчас тоже посадка идет, в этом году у нас посажено более 700, если я не ошибаюсь, 67 гектаров садов. Ну, у нас есть такой проект Стальские сады, это в Сулейман Стальском районе. Мы туда выезжали, это сады, они высокоинтенсивные, там соблюдаются все евростандарты. У нас есть такой инвестор, который занимается этим. Вот буквально недавно мы с ним общались, он дополнительно хочет посадить еще 45 гектаров высокоинтенсивных садов. И ООО «Палас», который находится в Сулейман Стальском районе, у нас наши Стальские сады, они в этом году хотят построить на 10 тысяч тонн хранилища для плодовошной продукции. Вот такая работа проводят ЕС, конечно, и другие. Но когда мы говорим о логистике, об отсутствии логистики и о том, что мы должны работать в логистике, и мы должны построить оптово-распределительные центры, просто народе говорят ОРЦ, у нас, например, те оптово-распределительные центры, которые находятся на других регионах Российской Федерации, они такого формата для нас просто не подходят, потому что у нас мелкоконтурное хозяйство. Мы же знаем, что, например, добрая половина абрикосов и персиков у нас выращиваются в горнодолинном садоводстве, в горных условиях, да, поэтому мы взяли такое направление, что у нас должны быть малые ОРЦ, которые находятся непосредственно на месте, где выращивать данные продукции, потом должны быть, например, в том же самом Бунякске, в том же самом Гербенте, там должны быть уже Магарамкенте. Ну, советская система. Да, вот к нету мы должны приходить. Это самое, вот вам огромное спасибо за вопрос, Мурат, это, вот вы мне такой вопрос задали, это самое главное направление, которое мы берем и обозначили в своей работе, и мы медленно к нему движемся. В этом году урожайность риса тоже у нас достаточно высокая, мы собрали неплохой урожай, и нами было принято решение, и спасибо нашим инвесторам, мы на территории Республики Дагестан на сегодняшний день запустили два рисоперерабатывающих предприятия. Это оба предприятия в Кизлярском районе, это ООО «Риск» и более мощный завод, рисоперерабатывающий «Кизляр Агрокомплекс». Они построили, и сейчас они прекрасно работают, идет отгрузка риса и так далее, после завтра, во вторник мы туда выезжаем, у нас будет официальное открытие. Параллельно мы строим и третий рисовый завод, третий рисовый завод, это тоже к Кизлярскому району, у нас есть инвестиционная площадка Сарсар, селение Сарсар Кизлярского района, это ООО «Нива», там 200 тысяч гектаров наших рисовых чеков, и там запущен пилотный проект Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по обустройству сельских территорий, сельских, будем говорить, сел, деревень. И согласно этой программе, там провожили асфальтированную дорогу, провели газ, провели воду, потом там построили ФАП, там построили школу, там сейчас строится прекрасный дом культуры, там построили споскостное спортивное сооружение, компактное застройство. Все условия для жизни. Все условия, да. И там же строится один, вот сейчас идут пусконаладочные работы, все оборудование завязано из Южной Кореи, наш руководитель ООНИВА неоднократно туда выезжал, и такого рисового завода нету на территории Российской Федерации. Поэтому мы этот завод хотим ввести в строй где-то в январе-феврале месяце, и по нашим расчетам 75% всего производимого риса в нашей республике будет перерабатываться в республике. И, соответственно, если рис мы отгружали в Краснодарский край и другие регионы по 10 рублей, мы рис будем продавать по 30-32 рубля. Ну, параллельно здесь же следует отметить, что у нас все знают, что мы производим овощей. Ну, вот как раз у нас бум сейчас тепличных хозяйств развития и парниковых, выращивание овощей в закрытом грунте. У нас в республике на сегодняшний день теплиц, будем говорить, закрытого грунта всего на территории нашей республики 219,7 гектаров. Ну, будем говорить, 220 гектаров. Но инвестиции приходят в эту сферу? Вот до сегодняшнего дня все те, кто вкладывал деньги, все инвесторы получали от государства компенсацию в виде господдержки 20%. В связи с тем, что это направление бурно развивается на всей территории Российской Федерации, начиная с 1 января 2019 года инвестиции сокращаются до 10%. Но здесь следует отметить, что опять-таки в ходе нашей поездки, нашей визиты в республику Азербайджан, нам сумелось договориться с инвесторами. В настоящее вчера у меня была с ними рабочая встреча по поручению руководства республики. Сейчас они открыли на территории Дребенского района около селения Салик. ООО называется «Хазар-18». Одним из соучредителей, инвесторами является руководитель, вернее, руководитель азербайджанского филиала Внешнеэкономбанка. Там реализуется инвестиционный проект на сумму 1,4 миллиарда рублей. И там будут самые современные, уже начата работа, заводится оборудование, и мы планируем первые 10 гектаров запустить буквально в феврале-марте этого месяца. И практически там сколько, через 3-4 месяца мы первый урожай соберем. То есть все в краткосрочной перспективе. Да, и там планируется площадь этого проекта, у них на 27 гектаров. Это будет такой очень мощный проект, именно чтобы выращивали там томаты. Параллельно они же там планируют, у нас есть с ними договоренность, чтобы они построили и хранилище тоже для другой продукции сельскохозяйственной. Это находится в логистическом плане очень в выгодном месте около трассы нашей федеральной, будем говорить, даже международной трассы, да, Баку-Москва. Поэтому такие инвесторы тоже есть. Параллельно мы работу проводим и с другими инвесторами, об этом все уже знают. Мы в Москве на выставке «Золотая осень» однократно, у нас состоялось ряд встреч у меня. Одна из встреч была с одним из выкратцев из Дагестана, который в Московской области работает. Он намеревается здесь построить тоже предприятие по переработке мяса на сумму более 250 миллионов рублей. И вообще, почему мы очень много говорим о переработке? Потому что у нас в республике перерабатывается менее 1% овощей и фруктов, которые выращивают республика. Это очень маленькие цифры. Да, у нас в некоторой республике было порядка 60-70 консервных заводов предприятий переработки в советское время. Сейчас у нас на территории республики порядка 6-7 предприятий, которые выпускают только наши знаменитые соки. Но есть надежда на полноценное возрождение этого отрасли или нет? Ну, если мы хотим, чтобы наш Дагестан возродился, как было раньше, когда Владимир Владимирович Путин был 13 марта в республике Дагестан, он сказал, что Дагестан при социализме был донором. Сейчас что случилось? И глава республики, члены своей команды требуют такую работу, чтобы те задачи, которые Владимир Владимирович перед нами поставил, мы их выполняли. Поэтому Дагестанская баранина, его спрашивают везде. И следует отметить, что в этом году мы за пределы нашего государства отгружаем порядка 5 тысяч тонн Дагестанской баранины. Единственное предприятие, которое на сегодняшний день имеет контракт и начинает отгружать говядину, телятину за рубеж Российской Федерации, это дагестанское предприятие Бостурга, которое находится на Гайском районе. Мы, будучи в Москве, заключили контракт с предпринимателями из Исламской республики Иран на огрузку продукции на 393 миллиона рублей. На своей последней встрече с сельхозтоваропроизводителем Ставрополь 9 октября Владимир Владимирович Путин сказал, что мы уже по экспорту продукции, имеется в виду суммарное выражение, денежное выражение, агропромышленный комплекс превзошел оборонный комплекс. Поэтому государством принимаются конкретные меры, кто будет заниматься экспортом продукции. Есть очень много мер государственной поддержки. То есть Дагестан тоже подключен к этой работе? Дагестан к этой работе подключен. Мы являемся исполнителем. У нас есть программа по этому приоритетному проекту, мы по нему работаем. Какие планы у вас на следующий год? Как вы собираетесь именно рекламировать все то, о чем вы сказали, эту всестороннюю поддержку, которую вы оказываете отрасли? У нас есть один из таких пилотных проектов. Это на территории Магарин-Кеннского района. КФХ САД у нас реализует проект по созданию сада, тоже интенсивного сада, с использованием последних технологий, которые имеются в мире. В том числе и завозим определенный посадочный материал из-за предела Российской Федерации. И мы хотим на 140 гектарах посадить, уже первые посадки идут там, посадить и заложить сад тоже. Ну, очень о многом можно говорить здесь. И по переработке у нас, если взять переработку на инвестиционной площадке у этаж, мы планируем построить мясокомбинат. У нас уже есть реальный инвестор. Мы уже там выделили ему землю. Правительство Республики Дагестан, его включило приоритетный проект. Там будем строить один мясокомбинат. И параллельно там же будем строить цех, или будем говорить предприятие по переработке плодов и по розливу соков. И я бы хотел бы озвучить, это моя мечта, на территории Республики Дагестан построить молочный комплекс хотя бы на 200 коров и удой, чтобы там был не ниже 4-6 тонн в год. Спасибо большое нашему земляку, выходцу из Дагестана, Игорю Михайловичу Исаеву, который на территории Московской области уже два таких проекта запустил. Он мне на выставке «Золотая осень» озвучил сумму 500 миллионов рублей своих частных личных инвестиций. Которые он готов вложить? Которые он готов вложить. Дагестан. Дагестан, да. И все это доложил руководству Республики. Руководству Республики дано соответствующее поручение органам исполнительной власти. Сейчас мы проводим, и уже у нас есть определенные метки подбора ему земельного участка. Мы организовали управление по земельным отношениям. Мы собрали там грамотных специалистов. Они сейчас будут заниматься этим. Более того, министр земельных и мунистерных отношений Екатерина Андреевна выступила с предложением, чтобы создать государственное казенное учреждение отдельное, чтобы оно занималось мониторингом, слежением ситуации во всей земле. Потому что у нас из 467 тысяч гектаров пашни, а это золотой фонд нашего Дагестана, сегодня гуляет 70 тысяч гектаров. 70 тысяч гектаров гуляет. Министерство сельского хозяйства Республики провело подробный анализ, где на территории какого муниципального образования пашня гуляет. Образно говоря, мы соответствующие письма направили во все муниципалитеты Республики. Каждый в муниципалитете Республики знает, какая земля у него используется. Нам, Министерству сельского хозяйства, без разницы, в чьих руках и кто является хозяином этих земель, нам нужно, чтобы земля работала. Земля должна работать. Она призвана работать. В принципе, по большому шту, я сейчас поставил задачу, и наша команда работает, чтобы полностью площадь под зерновые, пускай они будут и яровые, и зимние, довести до 120 тысяч гектаров. Но в прошлом году, если было более 80, там 85, чем-то, что ли, мы уже порядка 5-6 тысяч гектаров ввели в оборот. И буквально позавчера я был в командировке в Северокалинском районе, мне очень приятно было, что те поля, которые несколько лет тому назад по колену там Росбурян уже сейчас сеют, точно такая хорошая ситуация. В Карабадахаткинском районе очень большую работу делают Хазавюртовский район, Кизелюртовский район. Это у нас в основном зернесеющие районы. На этих районах по зерну хорошая работа проводится. Земли вводятся в оборот, хозяин возвращается. Да, и это любо-дорого смотреть. Работники Министерства сельского хозяйства, начиная с рядового работника, кончая мною, должны сделать всю работу, чтобы земля работала. Земля должна работать, она должна приносить плоды. По возрождению российского села, руководством Российской Федерации делается очень много. У нас работает очень серьезная подпрограмма устойчивого развития сельских территорий. Мы десятки километров газа проводим, мы проводим воду. Например, в этом году мы проводим воду в несколько населенных пунктов. Мы в этом году вводим в строй четыре фельдшерских пункта. Мы ввели в строй в селение Наскент, Левашинский район, на 524 ученических места современную школу. Это министер хоз построил. Мы в селении Мацеевка буквально на днях глава нашей республики открыл, провели газ. Мы, например, сейчас заканчиваем газификацию в ряде сел в Бабаютовской зоне зимних пастбищ. Мы во вторник открываем школу для наших детей, для наших животноводов на отгонных землях Хунзахского района, селения Хаштан, на 100 ученических мест. Мы строим в селении Новокаре Бабаютовского района школу буквально за несколько месяцев. Мы строим на 324 ученических места современную школу. Если село нас кормит, мы к селу должны относиться с большим уважением. К селянам тоже должны относиться. Если мы будем относиться с большим уважением и по справедливости к селу и к селянам, никакой урбанизации в таком размере, такого роста не будет. Поэтому будем стараться. Спасибо, Абдул Муслим Мухединович. Успехов вам в этой непростой работе. А я напомню, у нас в гостях был заместитель председателя правительства Республики Дагестан, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Абдул Муслим Абдул Муслимов. Акция «Зеленые километры» продолжается. Теперь к ней присоединились работники администрации строящегося духовного центра имени пророка Исы в Махачкале. На территории центра были посажены деревья, а в акции приняли участие не только политические, общественные и религиозные деятели, но и именитые спортсмены. Изъявили желание поучаствовать в озеленении и молодожены, приехавшие туда прямо со свадебной церемонии. Главная цель этого мероприятия – внести посильный вклад в озеленение республики. Напомним, что на территории духовного центра в будущем будет разбит большой парк, где смогут отдыхать дагестанцы со своими семьями. Услышав акцию нашего президента, мы решили такой знаменательный день поддержать его. И, решив приехать на республиканскую мечетку, решили мы посадить саженцы. Когда эта акция была начата, мы были за пределами нашей родины, были в регионах России. Поэтому сегодня решили поддержать от всей спортивной общественности. Вот много спортсменов приехало сюда. Мы полностью поддерживаем инициативу главы республики Дагестан «Зеленый километр». И сегодня пришли сюда в духовный центр имени Иса Алейсалам на посадку деревьев. Мы знаем, что это все остается для наших последующих поколений. Это будет хорошее место, хороший пример. И уверен, что Дагестан скоро будет самым зеленым регионом Российской Федерации. Сегодня проходит здоровая акция, в которой молодежи республики, в первую очередь спортсмены, поддержали акцию главы республики «Зеленый километр». И мы на самом деле рады участвовать в этом таком проекте, можно сказать, в акции. Сегодня, в этот прекрасный субботний день, по приглашению коллектива Духовного центра имени Пророка Иса, принимаем участие в акции «Зеленые километры», акцию, которую запустил глава республики Владимир Абдулевич. Хочу поблагодарить коллектив Духовного центра и всех, те, кто принимали сегодня участие в этом благоугодном деле. Победители международных соревнований школьников по ментальной арифметике встретили на днях в аэропорту Махачкалы. Юные дагестанские чемпионы заняли призовые места на всемирных соревнованиях Малайзии. Чемпионом мира среди 12 тысяч ребят из 80 стран стал дагестанец Магомед Кагиров. Ментальной арифметикой мальчик занимается всего лишь три года и уже не первый раз доказывает, что он лучший из лучших. Узнав о чемпионате, он сразу решил, что будет принимать в нем участие. По рассказам родных, настроен был только на победу. 12-летний дагестанец уже становился золотым призером Всероссийского чемпионата в Москве и Северокавказского в Грозном. Третье место на соревнованиях также заняла школьница из Махачкалы – Асия Думарова. Она тоже не первый раз участвует в соревнованиях по ментальной арифметике. В мае текущего года Асияд заняла второе место на чемпионате Европы. Так же, как и арифметику, девочка с большим увлечением изучает немецкий язык. В ближайших планах у нее – сдать экзамен на знание немецкого языка в институте Гёте. Песни о родине прозвучали в Махачкале в финале конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». С каждым годом фестиваль этот становится все популярнее. Растет и число конкурсантов. В этом году в нем приняли участие более сотни молодых людей со всей республики. Побывал на мероприятии и наша коллега Зумруд Гамидова. Традиционно со всех районов в столицу республики съезжаются молодые и талантливые ребята, чтобы в очередной раз сказать «Я люблю тебя, Россия». Я, как юнормеец, хотел спеть песню для России, и я гражданин России. Каждый человек должен отстоять за свою родину и быть мужественным. На сцене русского театра звучат голоса тех, кто стал победителем на муниципальном уровне. Другими словами, здесь собрались лучшие вокалисты республики. Без исключения, все ребята владеют вокальными данными. Все они разных возрастов, от совсем юных до уже достаточно взрослых, которые участвуют в конкурсе не в первый раз. Для многих это ступень для будущей карьеры. Большинство ребят мечтают профессионально петь на большой сцене. Это поднимает какой-то патриотический дух, то есть это как-то сплочает народ. Это все-таки межрегиональный конкурс. И также можно испытать удачу или же свои силы проверить. По словам организаторов, фестиваль стал площадкой для раскрытия творческого потенциала участника, выявления талантливой и, главное, патриотически настроенной молодежи. Цели в рамках реализации нашей программы и патриотического воспитания. Но большой интерес у молодежи, большое количество коллективов приняло участие. Прививаем любовь к родине, патриотизм в молодежной среде. В основном уже песни посвящены Великой Отечественной войне и героизму наших героев России и Великой Отечественной войны. Поэтому такой фестиваль, я думаю, и зрителям, и участникам очень интересный. В следующем году участники конкурса попробуют свои силы на Всероссийском фестивале патриотической песни «Москве». И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин